О чём вы никогда не расскажете лучшему другу, потому что боитесь, что это разрушит вашу дружбу? Я думаю, что её брови слишком тонкие, и я на 99% уверена, что если её муж в настоящее время не изменяет ей, то он это делал или сделает снова. Кроме того, её муж алкоголик. Я никогда не говорил своему другу, что знаю, что это он вломился в мою квартиру. Это произошло ещё в 1970-е годы, когда я был ребёнком. Моя семья жила в квартире на втором этаже жилого дома на две семьи. Наша квартира была странной планировки, так как у нас было несколько входных дверей, которые вели в разные комнаты. Однажды моя мать, я, брат и сестра вышли из дома. Когда мы вернулись домой, все наши двери были нараспашку. Мы вошли в нашу квартиру и увидели, что наши вещи были разбросаны по всему дому. В каждой комнате царил беспорядок. Грабитель, который к нам вломился, просто всё разбросал. Не было никакого взлома. Мы случайно оставили одну из наших дверей незапертой. Несмотря на то, что наши вещи были разбросаны повсюду, ничего не было сломано и украдено. Мы были очень бедны, поэтому у нас не было ничего ценного, что стоило бы украсть. Самой дорогой вещью в нашем доме был 25-дюймовый цветной телевизор, но он был слишком большим и тяжёлым, чтобы тащить его. И так ничего не украли. Мы позвонили копам, которые приехали и составили протокол. Несколько недель спустя я разговаривал с другим парнем по соседству, который ни с того ни с сего рассказал мне, как он и мой лучший друг, который жил через несколько домов от меня, пришли ко мне, когда меня не было дома. Они обнаружили незапертую дверь и в качестве шутки зашли к нам и разбросали повсюду вещи. Я никогда не говорил своему другу или кому-то ещё, что узнал, что это он пришёл ко мне домой и всё испортил. Но я был немного разочарован в нём. И он ни разу не заговорил об этом и не признался мне. Никогда ничего об этом не говорил. Он никогда не знал, что я знаю. Сегодня этот самый мой друг – всемирно известный пианист. Давным-давно мы с сестрой обиделись на нашего соседа, который устроил вечеринку у бассейна, а нас не пригласил. Итак, мы нашли дохлую белку на улице. Мы подобрали её с помощью решётки для гриля, которую нашли на обочине дороги. И положили белку на порог дома соседа с запиской «Ты следующий». Мы побежали домой и рассказали всё папе, потому что думали, что он нас поймёт. Но он сдал нас маме. Мама взбесилась и сказала нам вернуться и выбросить белку. Так мы и сделали. Мы вернулись домой. Мама надела куртку, взяла сумочку и велела нам садиться в машину. Она сказала нам, что сосед видел, что мы сделали и вызвал полицию, поэтому нам надо ехать в участок. Мы плакали в машине, пока мама везла нас вниз по дороге, а потом остановилась. Она сказала нам, что придумала историю о полиции, и это должно было стать для нас уроком. Чтобы никогда больше не делать ничего подобного. Мы всё ещё дружим с нашим соседом и никогда ему об этом не говорили. Это было почти 20 лет назад. Я никогда не говорил о своей подруге, что знаю, что она и её парень воровали еду из моего дома. Её парень в то время воровал у всех, и его всегда увольняли с работы за кражу из кассы. Единственное, что меня огорчает, это то, что она прекрасно знала, что если бы ей нужна была еда, я бы ей дала. Ей не нужно было воровать. Она бросила своего парня, вот почему мы до сих пор друзья. И она больше не ворует у меня. В конце концов, я всё ему рассказал, и это был один из самых тяжёлых дней в моей жизни. Когда мы учились в средней школе, у меня была близкая подруга, с которой я его познакомил. Они нашли общий язык и начали встречаться. Около года всё шло хорошо, пока он не уехал в колледж, и их отношения начали становиться напряжёнными. Всё закончилось тем, что они расстались. Я не планировал сразу же поступать в колледж, а решил подработать и подкопить денег. Все мои друзья уехали в колледж, нашли новых друзей, и я чувствовал себя очень одиноким. Мы с ней всё ещё были друзьями и тусовались вместе. Всё закончилось тем, что мы с ней стали встречаться тайно, и это стало чем-то большим. Прошло много времени, прежде чем я набрался смелости сказать ему, что встречаюсь с его бывшей. День, когда я это сделал, был потрясающим. Мы классно провели время вместе, и я специально организовал это на случай, если он возненавидит меня и не захочет говорить со мной после. По крайней мере, так у меня сохранилось воспоминание о крутом дне, проведённом с моим другом. В конце концов, он смирился с этим и был рад, что я рассказал ему, и что он не узнал об этом от посторонних. Мы с ней продержались всего полтора года, но мы с ним до сих пор остаёмся лучшими друзьями. Был немного влюблён в одну цыпочку. Ладно, больше, чем немного. Она была замужем, так что это была безнадёжная влюблённость. Через полгода выяснилось, что они не женаты, а помолвлены. Они говорили людям, что поженились по расчёту. Я подружился с её мужем. Он был интернет-троллем, который продвигал в соцсетях очень опасные экстремистские и радикальные темы. Все, даже она, знали это. Однажды он с несколькими друзьями буквально взорвал интернет-новостями, которые нанесли серьёзный удар по репутации компании, где они оба работали. Она обвинила своего мужа, но он яростно отрицал это. Она ему поверила. У меня есть старая-престарая учётная запись электронной почты. Это полезно для отправки анонимных писем. Я нашёл доказательство, что это был именно он, и отправил ей письмо. Я указал на каждого человека, который был вовлечён в это дело. Я послал ей письмо не из-за её мужа, а потому что она была исполнительным директором в компании, где они оба работали. Она прижала его к стенке. Сначала он всё отрицал, но потом признался. У них была серьёзная ссора. Теперь мы женаты. Она не знает, что это я отправил письмо. Я по уши влюблена в свою подругу, и это сводит меня с ума. Изменено, я тоже девушка, и она понятия не имеет, что я не натуралка. То же самое. Я призналась, потому что буквально не могла есть из-за переполняющих чувств к ней. Потеряла 2-3 килограмма за неделю. Поскольку мне было неловко, я просто написала ей об этом, и она позже сказала мне, что вроде бы догадывалась, но подсознательно подавила это подозрение. На следующий день после того, как мы встретились, она сказала мне очень мягко, что она была натуралкой. Она почти извинилась за это, но всё ещё хотела бы остаться со мной друзьями. Так что мой совет, так или иначе, рассказать другу о своих чувствах. Мои друзья знают, что у меня плохая память, но я никогда не расскажу им, что всё настолько плохо, что я искренне верю в то, что буду страдать от слабоумия в молодом возрасте. Я забываю ключевые детали и воспоминания, относящиеся к тем, кого я люблю. И, честно говоря, я просто научился хорошо притворяться в разговорах, чтобы попытаться казаться здоровым человеком. В ту ночь, когда мой лучший друг встретил свою нынешнюю жену, нам было 20 лет, я познакомился с ней на час раньше, и она сделала мне приятно в ванной комнате, на вечеринке, на которой мы все были. Я видел, как они целовались через час после этого. Я никогда не говорил ему ни слова, и она тоже. Хамелеон не произносится как Шамелеон. Нет! Позвони прямо сейчас и скажи другу об этом! Я остановился в доме моих друзей. Они были парой. Однажды утром я проснулся рано, потому что я всегда так делаю. И дверь в их ванную комнату была открыта больше, чем обычно из-за кошки. Моя подруга выходит голой, и я просто наблюдал, как она пошла в ванную, чтобы принять душ. Я знаю, что должен был отвернуться или закрыть дверь раньше, но я был слишком загипнотизирован в виде ее обнаженной. И не мог, не хотел двигаться. Я по-прежнему дружу с ними обоими, и у меня не хватает духу сказать им об этом. Я написал слэш-фанфик про нас и выложил его в интернет. Я ненавижу ее парня. Этот мудак постоянно заставлял ее нервничать во время первой беременности. Она закончилась выкидышем из-за стресса. Он никогда не признавал свою вину за первого ребенка. Второй ребенок родился здоровым. Ее третий ребенок не выжил, потому что этот мудак начинает пить, когда у нее начинаются роды. В конце концов, у нее началась отслойка плаценты. И она находилась за много километров от больницы, а он потерял сознание к тому времени, как она поняла, что истекает кровью. В конце концов, она сама садится за руль. Ей сделали экстренное кесарево сечение, но ребенок потерял слишком много крови. Ребенок жил всего несколько часов. Она все еще живет с этим засранцем. У него нет работы, и он обращается с ней как с дерьмом. Я не понимаю, почему она от него не уйдет. В основном, я просто хочу отвезти его в лес и убедиться, что он никогда не вернется. Но я никогда не скажу ей этого, потому что думаю, что это положит конец нашей дружбе. Хуже всего было то, что она сказала, что если он не будет помогать заботиться о третьем ребенке, то она оставит его. Теперь ее милая девочка ушла навсегда, моя лучшая подруга сломлена и живет только ради своего единственного выжившего ребенка. Я ненавижу его чертовски сильно. Что я почти уверен, что его ребенок на самом деле не его. Я как-то намекнул ему на это, и он немного обиделся, так что я просто тихо ненавижу его жену и думаю, что она шлюха. Я знал ее еще до того, как он познакомился с ней, поэтому знаю, о чем говорю. Я видел его в фильмах для взрослых. Я ненавижу то, что она любит Канни Уэста. Просто я его ненавижу. Ее любовь слепа, и это расстраивает меня. Что девушка, с которой он переспал на вечеринке в честь своего 27-летия, была девушкой по вызову, которую мы наняли, чтобы он перестал жаловаться на то, что он никогда не был женщиной. Очень похвальный и коварный план. Наверное, ему лучше не знать. Наверняка это придало ему уверенности в том, что теперь он сможет завоевать девушек сам. Мы были в дорожной поездке и делили одну комнату на двоих с отдельными кроватями. Он подумал, что я сплю, и решил погонять лысого. Это было довольно громко, и я знаю, что в конце он испачкался, потому что он сказал «Вот дерьмо» и пошел в ванную, чтобы привести себя в порядок. Я не спал, но был слегка травмирован. Ты ведь знаешь, что ты пассивно-агрессивный нарцисс, верно? Жаль, что я не сказал этого раньше, потому что в любом случае это могло бы избавить меня и мое окружение от многих проблем и неприятностей в будущем. Теперь, спустя почти 20 лет, наша дружба настолько разрушена, что больше нечего спасать. И все больше и больше вещей, которые он говорил обо мне и делал за моей спиной, всплывают на поверхность, заставляя меня понять, каким мудаком он был. Некоторые другие люди в нашем окружении порвали отношения с ним полностью, другие все еще дают ему шанс. Я нахожусь с ним в каком-то подвешенном состоянии. Избегаю его, как могу, но все еще веду себя дружелюбно на общих сборищах. Я слышал от одного человека, что лучший друг ограбил мой дом вместе со своим братом, который также был одним из моих лучших друзей. Я просто разорвал нашу дружбу, не сказав почему, а потом через несколько недель уехал. Затем, три года спустя, я увидел его в торговом центре и сказал ему, пошел ты в жопу. А он сказал, эй, что случилось? Она боится, что муж однажды изменит ей. Я снова и снова повторял ей, что он любит ее. Не так давно он случайно прислал мне фотографию своего шланга. Я не сказала ей об этом, потому что это разрушило бы их семью. Он не мой лучший друг, но мы вместе играем в футбол. Однажды я был в клубе и увидел красивую девушку. Ладно, я опущу эту историю, у нас было кое-что в ту ночь. На следующий день я играл в футбол с другом, я узнал, что это была его сестра. Никогда не говорил ему. Но это был не последний раз, когда мы с ней делали это, и он до сих пор не знает. Бедный парень. Его жена отправляла мне любовные и неуместные письма. Я играл в футбол во дворе дома моего лучшего друга. Вдруг мне дико приспичило в туалет. Я вбежал в дом своего лучшего друга, зная, что у меня есть считанные секунды до взрыва. Я забежал в ванную комнату и увидел, что унитаз сломан. Я больше не мог сдерживаться. Кусок дерьма скатился с моих штанов на коврик для ванной. Я побежал наверх в другую ванную и облегчился. Я знал, что облажался, но планировал спуститься вниз и почистить коврик для ванной. Вдруг, находясь наверху, я слышу, как брат моего друга кричит. Кто, черт возьми, насрал на пол? Я все отрицал и даже предположил, что это сделал наш другой друг. Так вот, моя ложь заставила моего лучшего друга и того другого друга никогда больше не разговаривать. Это было 20 лет назад. Я думаю, что уже перешел ту черту, когда могу признаться. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok